приветствую вас дорогие мои вы на канале валекса и мы сейчас с вами будем делать общий расклад который называется привлечь мужчину этот расклад на такой классный колоде тары белых кошек и он только для девочек только для девочек конечно если мальчики захотят для них тоже сделаю но здесь ориентирована выкладка будет карт именно на девочек привлечь мужчину в жизнь на тех кто мечтает отношениях сейчас вся правда о вас и так пожалуйста подумать никого загадывать не надо подумайте только о себе можете посмотреться в зеркало представить свое лицо расплетите руки ноги обязательно чтобы энергия полноценно текла внимательно слушайте итак первая позиция в каких мужчин я привлекаю свою жизнь каких мужчин я говорю от первого лица чтоб вам было проще каких мужчин и я привлекаю свою жизнь давайте смотреть каких мужчин вы меня привлекаете вы привлекаете мужчин каких-то замкнутых мужчин каких-то которые по двойке мечей не особо доверяют не особо видимо уже может быть жизни обожглись не особо бывают откровенны и не всегда смотрите карта луна на карте вернее изображила изображена луна и видите герой завязанными глазами человек не всегда знает сам чего хочет человек который постоянно стоит на выборе очень часто могут проигрываться весы вот в таких да но весны весы близнецы рыбы вот возможно вот часто в вашей жизни такие мужчины встречаются которые немножко не знают куда двигаться в каком направлении не могут определиться не могу принять решение вот каких-то нерешительных закрытых застенчивых мужчин вы привлекаете в свою жизнь так начнем работать уже по ходу понятно да вторая позиция какое первое впечатление я произвожу на мужчин это уже очень важная позиция какое первое впечатление я произвожу на мужчин такой расклад вы можете заказать персональный обратившись на ватсап или на вайбер в описании есть номер и так какое первое впечатление дорогая ты производишь на мужчин женщина праздник женщина праздник карта три чаши тут кошки веселятся наверно у вас очень много подруг и наверно вы а такая компанийская компанийская женщина такая знаете открытая веселая вечно улыбающаяся вот мужчины вас так это классно это вообще классно вот мужчины вас такое видит я очень за вас рада то есть вы умеете наполнять пространство вокруг себя эмоциями и всего скорее это пошлите здесь радость здесь желтый фон то солнце светит много фруктов до радость наверняка у вас очень хороший вкус вы используете тонкий парфюм который может привлекать мужчин вот вы знаете как подать себя умеете подавать себя а вас это отработано уже вот такое вот отношение к себе именно что знаете где улыбнуться знаете где промолчать знаете где повернуться спиной а где рабочей стороной как говорится да вот вот такая вот классная компанийская веселая эмоциональная на вот такое впечатление вы производите женщина праздник я бы даже так сказал женщина праздник женщина умеющая наполнять радостью пространство смотрите как здорово какое второе впечатление да это было вот первое а теперь когда вот в вас уже мужчина узнал поближе и что же вот второе впечатление о вас какое у него колесо фортуны вы человек который приносит удачу та женщина которая приносит удачу вы та женщина которая стремительно которая энергична который надо чтобы вот здесь сейчас и и секунду все было все произошло все вот развивалась буквально еще вчера до то что должно развиваться сегодня вам надо чтобы оно еще вчера развивалась вот второе впечатление что вы очень торопить события очень любите торопить события вот такое второе впечатление четвертая позиция какой мужчина вам подходит давайте смотреть какой мужчина вам подходит пять джезлов какой-то вот смотрите то что вы привлекаете и то что вам подходит абсолютно разной стихии это мужчина стремящийся к лидерству вам подходит это мужчина который умеет завоевывать это мужчина который может быть где-то и вспыльчив и резок но он честен понимаете он честен он энергичен он любит соревноваться и любит побеждать вот какой вам мужчина подходит а притягиваете вы вот каких так дорогие прорабатываем вторую и четвертую чакру хорошо шестая позиция а что же мужчин отталкивает от вас ну или останавливает что мужчин от вас отталкивает давайте смотреть боятся любви вы уж если любите смотрите двойка чаш карт сама по себе она желанная желанная для многих женщин и мужчин но тут разговор о том что вы отпугиваете своей стремительной влюбленности вы наверное как вот спичка до вспыхиваете моментально и огнем своих эмоций по этой карте да прям заполняете все вокруг сжигаете испопеляете вам сейчас надо сию секунду чтобы тот же полниц признался в любви все бриллианты к ногам и так далее да вот своим стремлением получить добиться любви любой ценой всего скорее вы отпугиваете мужчин будьте сама собой не надо любовь вымаливать выпрашивать не надо ее ждать давать да но опять таки давать в балансе да вам не дают и вы не давайте да вы можете показать вы кстати умеете себя показывать как вы умеете любить как вы умеете радовать человека и вот когда знакомитесь когда вступаете в отношения этого достаточно а дальше смотрите на поведение партнера на его действия на его поступки тут же вы вот прям начинаете его любить как будто бы вы его знали сто лет еще сто лет дальше будете знать вот все это в одной жизни никаких воплощений вот прямо сейчас прям сию секунду люблю хочу не могу вот этим вы отталкиваете мужчин понимаете слишком рьяно в омут с головой вот это про вас да это про вас пишите в комментариях так это или не так поехали шестая позиция ой седьмая так дождите раз два три четыре пять шестая что мужчины особенно выделяют вот тоже интересная позиция что мужчины особенно выделяют во мне то есть у вас что мужчина особенно выделяет женщина праздник мы уже поняли женщину ураган ну поняли ахо вы мстительная попажу мечей а вы мстительная вы немножко недоверчивая вы умеете подколоть мелкими такими вы умеете предъявлять претензии иногда необоснованно вот и вот это мужчина отмечают сразу не надо быть мстительной надо уметь принимать выбор другого человека и не огорчаться по этому поводу потому что каждый имеет право выбора так это у нас уже с шесть с вами позиции давайте давайте седьмую смотреть какую личность мужчина видит в вас какую личность мужчины у вас видят именно личность не внешность а именно личность ту жезлов ну тут меня наверно девчонки смотрят огненные огненные может быть даже и такие либо стремящиеся к руководству либо могут даже занимать какую-то должность туз жезлов понимаете личность огненная страстная ведь когтишки кошечка точит стремящаяся к своей цели которая может вот как я уже ранее говорила и спепелить все на своем пути на своего добиться поставить цель вижу цель не вижу препятствий вот это право вас кстати вот такая в личность вы даже если вам не надо вы все равно не отпускайте это но такой нюанс да даже если вам не надо все равно не отпускайте вам важен результат вот поставила цель данном случае мы про мужчин говорим может быть я его потом и разлюблю но я сделаю так что он будет мой вот какая вы вот так вот следующая позиция что надо развивать себе чтобы покорить покорять сердца мужчин что вам нужно развивать в себе чтобы покорять а не отталкивать вот по этой карте сердца мужчин вода от карта смерть не надо пугаться это карта сейчас поясню старший аркан эта карта умение отсекать не нужно умение перерождаться как птицы феникс понимаете вот если как например как понять да эту карту сейчас объясню если например вот вы видите что а вы вот за мечтой то за своей а гоните-сгоните с энергией то вкладываете отдачи никакой начинаете чувствовать себя опустошен начинайте заболевать иссякают ресурсы моральные финансы до какие-то психические надо отсекать надо на этом этапе останавливаться надо эти отношения либо ставить на паузу либо выходить из них вывод этого к сожалению не умеете это можно развивать то есть не умеете возрождаться очень много начинаете себя накрутить очень много начинает надевайте розовые очки начинать человека оправдывать начинаете пытаться его переделать вместо того чтобы отсечь и дать время и себе трансформироваться и партнеру трансформироваться подумать что происходит понимаете вы вот тут начинаете вот по этой карте мы уже говорили до залюбливать человека отдавать вам кажется что чем вы больше человека будете любить тем больше он будет любить вас дорогие не всегда так происходит это это неправильно не ожидайте такое снимайте розовые очки и совсем не значит что чем больше вы будете любить и отдавать себя даже в жертву в таком случае получается да то совсем не значит что вам будут платить той же монетой знаете когда вы обрушиваете на человека свою любовь думая что вы его таким образом осчастливите вы его напрягаете и он начинает метаться закрываться он не знает куда деться да он начинает как-то как к ногтю придавили до блоху она начинает как там выскальзывать просачиваться пытаться ускакать вот вам нужно учиться принимать чужой выбор и на основании этого если выбор чужой вам не нравится если он не вашу пользу то уметь сделать шаг в сторону девятая позиция а что же мне мешает строить гармоничные отношения что вам мешает строить гармоничные отношения с мужчинами опять ваша стремительность опять же с меня явно девчонки огненные смотрят на 6 жезлов вы хотите чтобы все уже когда с человеком познакомились ступили в отношения у вас уже своя картинка нарисована вы уже сформировали определенный записали его даже где-то в определенный сценарий продвижения этих этих отношений и начинаете их толкать 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 начинаете эти отношения двигать абсолютно не внимая никаким признакам со стороны партнера готов он так резко двигаться вперед не готов то есть вы первое всего скорее идете мириться вы первое можете начать знакомство это кстати неплохо женщины праздник принципе всегда так поступают да на веру потому что создают праздник вокруг себе а вы вам не чуждо первой признаться в любви вам не чуждо первое сказать давай сойдем с учетами мем лишь давай жить вместе да вот задумывайтесь а всегда ли вот нужно себя так вот позиционировать потому что у нас с вами все-таки позиция что мешает строить гармонично торопите и по этой карте и по этой торопите вы всегда себя торопите мужчину торопить и обстоятельства рисуйте себе картину и сами уже следуйте своему сценарию не надо доверяйте вселенной доверяйте вселенной она все расставит так как есть принимайте то что есть и не пытайтесь искусственно ускорить процесс в отношениях да с партнером не надо этого делать вот это вам как раз и мешает десятая позиция на что следует обратить внимание в своем поведении в отношениях с мужчинами в принципе я тут уже описано все равно посмотрим на что следует вам обратить внимание в своем поведении в отношениях с мужчинами Еще одна карта праздника, смотрите, опять жезлы, ну да, тут прям какая-то розетка электрическая ко мне пришла, прям напрямую от столба, подсоединенная, смотрите, тут праздник, опять женщина, праздник выпадает, и разговоры о том, что на что следует, доставайтесь вы такой же, вот такой, знаете, умеющий создавать радость вокруг себя, умеющий наполнять пространство радостными энергиями, добрым отношением, да, вот пусть этот огонек, да, пусть вот эта свечечка радости никогда в вас не погаснет, не отпускайте себя на низкие вибрации, не опускайте вот на энергии какой-то мести, на энергии каких-то обид, ну, человек не захотел поступать так, не захотел так быстро двигать отношения, как вам бы хотелось, ну, это его проблемы, правильно? Вы можете их двигать с другим человеком, или можете это время, пока он там что-то топчется на месте, закрывается, вы можете это время потратить на себя, что я искренне вам рекомендую сделать, просто потратить на себя, украсить себя, сходить в салон, почитать книжки по саморазвитию, подписаться на канал Валекса, на новый по шкала, шкала саморазвития, да, шкала осознанности, хорошо, поехали дальше, одиннадцатый у нас свой пункт, роль кармы в том, что не всегда удается построить отношения, роль кармы, несете ли вы какие-то кармические такие вот крючочки, роль кармы, то, что не всегда удается построить отношения, тяжелое прошлое, тяжелое прошлое, да, 10 мячей, тяжелый печальный опыт, какие-то непроработанные ситуации, непроработанные обиды, вот, они играют сильную роль, я уже говорила много, вот, в течение этого расклада о том, что учитесь отсекать, вы не умеете, вы вот эту всю тяжесть обид, которые заимели, так скажем, в прошлых отношениях, а у кого-то и в прошлых жизнях, да, вы тащите все это на себе тяжелым грузом, и сами сгибаетесь под этим грузом, и все равно продолжаете их тащить, отсекайте то, что вам не нужно, не тащите с собой вот эти вот все кармические привязки, что вы кому-то что-то должны, вы никому ничего не должны, вы должны только себе, вы должны быть счастливой, вы не должны позволять кому-то вас осуждать, обсуждать, но также и вы не должны никого осуждать и обсуждать, это я к чему, это я к тому, что еще раз говорю, если вам не нравится поведение человека, его выбор, это не значит, что нужно ему мстить, это не значит, что нужно пытаться искусственно продавить ситуацию, это значит, что нужно меняться, либо отсекать, либо ставить на паузу, либо выходить из отношений и начинать создавать себя заново, возрождать, надо становиться другой, тогда, может быть, этот желанный партнер, если вы все-таки на нем сосредоточены, увидит вас в ином свете и всего скорее заинтересуется. Как будут развиваться отношения с мужчинами, если вы последуете совету моих карт? Как у вас будут развиваться отношения с мужчинами, если вы последуете совету моих карт? Вижу, что не всегда вы будете следовать совету, смотрите, 9 мячей, тут разговор о том, что вы часто сама себя накручиваете, сама себе придумываете проблемы, сама пытаетесь, мечи пошли, да, сама пытаетесь их преодолеть и сама тут же и обижаетесь на жизнь только, а не на себя. Нужно идти к осознанности, мои дорогие, не нужно себя в чем-то ограничивать в том плане, что накручивать, нужно пытаться адекватно смотреть на вещи, допустим, если у вас партнер младший вышел, да, очень многие начинают переживать, если большая разница в возрасте, ой, что скажут люди, ой, мне как-то стыдно, мне как-то неудобно, не надо об этом думать, надо работать в этих отношениях, надо украшать эти отношения, не получилось, надо выходить из этих отношений, не надо на них тратить время, надо искать партнера, который будет вас радовать, а вы его. Тут разговор, конечно, об ограничениях, о тех проблемах, которые вы придумываете себе сама. Вот. И вряд ли вы, посмотрев этот расклад, будете его пересматривать и вспоминать, вы так пока всего скорее и не последуйте совету моих карт, будете думать о том, что у вас, ой, жизнь коротка, мало времени, надо быстрее отношения мужика в охапку, и тащить его в ЗАГС. Нет, девчонки, так не пойдет. Не пойдет. И вы однажды поймете и вспомните это мое видео, вернетесь к этой карте и скажете, блин, права была Алекса, надо мне учиться снимать самоограничения, самонегативы и снимать розовые очки. И главный совет, главный совет для вас, вот карт от высших сил, как хотите. Карта маг, ой, простите, туз мечей, туз мечей. Будьте беспощадны к тем, видите, туз мечей. Разговор вообще об обиде, да, но будьте беспощадны к тем негативам, которые живут внутри вас, да, которыми вы себя ограничиваете, опечаливаете, тащите за собой из прошлой жизни, из прошлого опыта даже в этой жизни. Победа все равно будет за вами. Смотрите, какая, с одной стороны, классная карта, но с другой стороны, видите, здесь кошечка такая сидит на одно колено встала, да, и победа-то будет, видите, и корона, но корона еще не села ей на головушку, да, и меч положен на плечо, то есть к победе еще надо идти, да, до победы еще нужно сделать какие-то действия, да, нужно добиться вот этой вот короны. Но тем не менее, эта карта говорит о том, что великолепное начало у вас возможно, да, что вы умеете и сможете выйти, даже вот если у вас сейчас непростая ситуация, сможете выйти победителем, совсем не обязательно ведь выходить победителем, чтобы партнер пришел и сказал, все, ты меня победила. Важны ведь ваши внутренние ощущения, вы сумеете себя полюбить и выйти победителем из той ситуации, которая, может быть, вас сильно огорчает. На дне колоды карта восемь жезлов. Еще одна вам подсказка, что вы очень энергичны. Ну, смотрите, здесь котик запускает жезлы свои, да, палец и вот эти вот посохи в далекое будущее. И вам карты говорят о том, что верьте в себя, развивайтесь стремительно, да, видите, тучи прогоняют, я тучи разведу руками, оставайтесь вот такой женщиной праздником, пусть тяжесть прошлого опыта, пусть какой-то личный, так скажем, негатив, какие-то личные ограничения не омрачат ваши будущие отношения, пусть вы не потеряете радости, пусть вы не потеряете почву под ногами, даже имея какие-то печальные события в своей жизни, которые вас, ну, так скажем, опустошили. Умеете вы быстро восстанавливаться по этой карте, и вам карты на дне колоды советуют оставаться всегда такой, оставаться всегда такой. Но не забывать о тех моментах, которые мы здесь с вами перечислили.